Ну что, друзья, кажется, проясняется немножечко ситуация с падением, с обвалом просто рынка фондового в России. Вроде бы все-таки действительно это Роснано. Сейчас я покажу, что произошло. Итак, здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Ну, я вчера снял видео, где показал, что вот это вот падение, это практически 9%. И я недоумевал, от чего же это произошло. И, в общем, я искал информацию, но все сводится к тому, что все-таки это просто проблемы у государственной корпорации Роснано. Ничего больше. Что это значит? А это значит, что проблемы, в общем-то, не такие и глобальные. Ну, давайте я прочитаю вот наиболее существенную информацию по этому поводу, которую я нашел. Вот, как ни странно, у нас РБК. Ну, ничего страшного, и РБК иногда тоже пишет что-то дельное. Вот, и в конце я скажу, что я сделал, ну, вы, может быть, подумайте, что я сумасшедший. Но я это сделал. Просто читаю эту статью, которую я прочитал на РБК. Роснано объявила о том, что накопленный госкомпанией долг непропорционален, и финансовая модель требует корректировок. Грозит ли бумагам дефолт, и как это скажется на финансовом рынке в обзоре РБК инвестиций. В пятницу, 19 ноября, на московской бирже, в 17.08, Москвы были приостановлены, то есть это очень серьезно, торги облигациями корпорации Роснано, которая на 100% принадлежит государству. Роснано в тот же день опубликовала сообщение, в котором признала, что накопленный непропорциональный долг и текущая финансовая модель требуют корректировки. Вот всего лишь. Понимаете? Представитель Мосбиржи сказал РБК, что площадка планирует возобновить торги ценными бумагами с понедельника. По его словам, они были приостановлены по предписанию Банка России, а сейчас биржа готовит запрос в компанию, чтобы понять ее планы по обслуживанию долга. Сейчас я поясню, о чем речь. По результатам обращения и анализа другой информации по имитенту, биржа будет принимать решение о статусе листинга выпущенных облигаций компании. То есть буквально об этом идет речь. Суммарный объем выпусков, по которым были приостановлены торги, составил 71,58 млрд. рублей. Ближайшие выплаты купонов должны быть сделаны компании в декабре по пяти выпускам. По состоянию на начало 2021 года облигационный долг на 75% был обеспечен гарантиями Минфина. Но они распространяются только на погашение по номиналу. У купонных выплат госгарантий нет. Ну, здесь дальше сценарий развития ситуации, реструктуризации или дефолт. Вот что это значит. Смотрите, это значит, что в ближайшее время, в декабре месяце, ожидаются выплаты купонов. Выплаты купонов, ну там небольшие купоны на самом деле. И вроде бы у корпорации Роснано доходность сейчас 9,7-9,8% годовых. Это немного такая доходность. О чем она говорит? О том, что бумаги на самом деле очень надежные. Почему они надежные? Потому что они обеспечены государством. Это государственная компания, во-первых. И государство гарантирует, что, по крайней мере, номинал по этим бумагам вернется. Но купоны могут быть не выплачены. К чему это приводит? Если купоны не выплачиваются в срок, то есть денег нет у корпорации. И если купоны не выплачиваются в срок, а на счете денег нет на эти купоны, понимаете? И тогда просто мы все сидим и ждем, что будет. А будет технический дефолт. Что это значит? Это значит, что он совершенно автоматически, такой процесс происходит, что нет купонов на счете. Объявляется дефолт. Он автоматически происходит. И после того, как объявляется технический дефолт, у компании есть, сколько там, две или три недели для того, чтобы, ну, как-то утрясти это дело. Если компания не утрясает это дело, то объявляется, ну, возбуждается дело о банкротстве этой компании. И тогда уже распродаются все активы и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Что при этом происходит? При этом происходит там, ну, как бы все распродается. И кредиторам возвращается, ну, то, что осталось от компании, на самом деле. Кому возвращается? Ну, возвращается, в первую очередь, держателям облигаций. Ну, возвращается, в первую очередь, государству налоги. Вот. Потом держателям облигаций. Потом, нет, сначала еще зарплата сотрудникам. Выплачивается долги по зарплате. Потом выплачивается, на третьем месте стоят облигации. Потом, значит, расчеты с поставщиками. А потом уже, вот, идет то, что останется акционерам. Акционерам, как правило, не достается ничего. Но здесь акции нет, здесь только облигаций. Вот такая история. И вот паника из-за всего этого, на самом деле, только из-за всего этого. То есть, держатели облигаций на 100% уверены, что, ну, по крайней мере, номинала-то они получат. Но, так как облигации дальние, то, в общем сказать, ну, есть опасения, что будет реструктуризация. Что такое реструктуризация? Это, значит, скорее всего, она и будет, на самом деле. Это, значит, компания объявит, что в результате переговоров с кредиторами, с основными кредиторами, мы с вами не являемся основными кредиторами Роснана, поэтому у нас никто и спрашивать не будет. В соответствии с этим, ну, как бы договоренностью, что обычно делается? Обычно отодвигаются сроки, на сколько-то лет, или там задержка по купонам и так далее, по выплатам купонов. И, значит, дальше говорится, держите, еще и могут, так сказать, убрать торгов, то есть не продать их и так далее, и так далее, и так далее. Вот такая история. И что такое облигации, это вообще, так сказать, вы понимаете, темный лес и туши света. Я на курсе биржи для чайников про облигации рассказывал три дня, потому что там есть какие-то и оферты, и дефолты, и технические дефолты, субординированные облигации, облигации с чем там, с оферта и так далее, и так далее, и так далее. И там есть масса всего интересного и любопытного. И, кроме того, я могу сказать, что вы видите, что облигации влияют на рынок сильнее всего, потому что больше всего денег вкладывается именно в облигации. Поэтому здесь надо понимать, что это такое, здесь надо понимать причины, здесь надо понимать, куда вкладывать. И на облигациях реально, на самом деле, риски-то не такие большие, но, опять же, они есть, потому что облигации могут упасть и до нуля, потому что, если, так сказать, компания банкрот, ну, там есть масса всего интересного, по всем этом я рассказываю. Ну, а по текущей ситуации, возвращаемся к текущей ситуации, что я могу сказать, что... Да, кстати, биржа Догречайникова, можно вон там, она там, сайт demetkov.ru. Так вот, возвращаясь к той ситуации, которая есть, давайте посмотрим, что же произошло. Ну, рынок обвалился, и сегодня, значит, он немножечко приподнялся, ну, это называется оскок дохлой кошки, на самом деле, так вот, вроде как, ну, среди трейдеров. Куда пойдет рынок дальше, как предполагается? Ну, я предполагаю, здесь, значит, ну, многие аналитики, в общем-то, предполагают, что, в общем-то, так сказать, ну, все восстановится. И, посмотрите, что происходит, ну, нефть там, она не падает, S&P 500, ну, так сказать, ну, несущественно упал, понимаете? Что с рублем? Рубль к доллару, понимаете, вот доллар подрос, доллар подрос уже 75-17 вот на текущий момент. И я думаю, это не рекомендация, сразу могу сказать, я думаю, что сейчас самое время продать доллары, если они у вас есть, потому что доллар должен прийти точно вот куда-то вот сюда, вот в этот район, там 72 рубля. Вот, это мое личное мнение, не воспринимайте это как рекомендацию, ну, а про себя я могу сказать, что я сделал только что. Вот, у меня было там 300 долларов на счете, я продал 1000 долларов. То есть, я как бы вот за себя говорю, я это сделал. У меня сейчас долг по долларам, вы видите, 677 долларов. Что это значит? Это значит, что я взял доллары у брокера. У какого брокера? У меня счет открыт, у брокера открытие, вы это видите. И у брокера открытие самые лучшие, во всех говоря, условия по кредиту в долларах. Там, по-моему, сейчас то ли 4, то ли 5 процентов, я еще не помню, но, в общем сказать, они очень-очень такие хорошие. То есть, кредит в долларах очень выгодный. И если доллар опустится на, скажем, ну вот смотрите, с 75 в данный момент до 73, то я заработаю на этих 677 долларах по, скажем, 2 или 3 рубля на каждом. То есть, 1800 рублей, ну, это небольшие деньги, естественно. Ну вот, ну, в процентах-то это не так уж и мало, там 5 процентов получается. И заплачу брокеру за пользование кредитом из расчета 5 процентов годовых, то есть 5 поделить на 365 процентов в день. Ну, это копейки. Начиная с завтрашнего дня, кстати, сегодня ничего не заплачу. Поэтому такая штука интересная. Обо всем этом я также рассказываю на курсе «Биржа для чайников». Ссылочка, напоминаю, вон там. Ну, а, так сказать, свое видение напишите, что вы думаете вообще по этому поводу. И по поводу облигаций, вы видите, что облигации это очень-очень серьезно. И я думаю, что про облигации я еще продолжу в ближайшее время. А на сегодня все. Спасибо за внимание. Традиционный лайк, подписка. И до встречи. Да, колокольчик еще. С вами был Деменков Юрий. До встречи.